События, люди и явления, которые определяют наше время. Меня зовут Олег Кривенко. Здравствуйте. Накануне свой профессиональный праздник отметили работники автомобильного и городского пассажирского транспорта. Надо сказать, что встречали они его в достаточно сложной обстановке. В последние пару недель тревожные сообщения приходили с востока области. Сначала энергетики потребовали от новотроицкого транспортного предприятия покатить долги за электричество, которых накопилось порядка 17 миллионов. В противном случае Новгород-Транс мог лишиться 9 единиц техники. Администрации Новотроицки пришлось выделять транш из бюджета города, чтобы выплатить миллионные счета и представить энергетикам график погашения задолженности. А буквально следом транспортный коллапс чуть не постиг Орск. 25 октября в городе могли перестать ходить трамваи из-за накопившихся долгов предприятия Орск-Гор-Транс энергетикам почти в 31,5 миллиона рублей. К счастью, энергетики не реализовали крайние меры воздействия на должника. В мэрии прошло экстренное совещание, на котором был разработан механизм погашения долга, а на нынешней неделе будет подписано мировое соглашение с энергетиками. Пока в мэрии боролись за трамвай, отлетелись другие Орские перевозчики. В ходе проверки сотрудниками ГИБДД 597 маршрутных автобусов выяснилось, что правила перевозок нарушал каждый шестой водитель. Впрочем, далека от радужной ситуации с пассажирскими перевозками в областном центре. И долги имеются, и правила перевозок нет-нет, да и нарушают. Да и взаимоотношения между муниципальными и частными перевозчиками добрососедскими не назовешь. О пассажирском транспорте не только мы и поговорим в нашей программе, но в начале обзор некоторых примечательных событий. Арчанка Айгуля Бузаева вошла в финальную часть кастинга шоу-танцы на ТНТ. В первом же выступлении на кастинге в Новосибирске Айгуля приковала к себе внимание с танцем в стиле экспериментал. Особенно внимательно за постановкой следил наставник проекта Мигель, который увидел в Айгуле не только самостоятельного артиста, но и интересную девушку. Уже вскоре мы узнаем, к кому из наставников попадет Арчанка, ставшая участником пятого сезона шоу-танцы. На Эриклинском водохранилище вновь произошло ЧП с участием рыбаков. Как сообщили в МЧС по Оренбургской области, в 30 километрах от поселка Эрик Новоорского района на водохранилище у рыбаков сломался мотор. Самостоятельно доплыть до берега не представлялось возможным. На помощь прибыли работники инспекции по маломерным судам, которые отбуксировали лодку в поселок Энергетик. Медицинская помощь обакам не потребовалась. Очередная авария произошла в областном центре. Как сообщают очевидцы, на улице Терешковой столкнулись Hyundai Solaris и ZAS. Также досталось нескольким машинам рядом. В результате аварии Hyundai оказался на крыше. ZAS получил механические повреждения. По предварительной информации, в ДТП никто не погиб. Пострадавшим оказали помощь. Обстоятельства выясняют сотрудники полиции. Мебельный базар на Юрке на областном центре пока не откроют. Его работу временно приостановили из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. МЧС вывел предписание устранить их до 1 мая 2018 года. Но в октябре промышленный райсуд установил, что была устранена лишь часть нарушений. Этого недостаточно, чтобы вновь допустить помещение в эксплуатацию. В Оренбургской области в два раза увеличится число процедур ЭКО. В нынешнем году их проведут почти 1200. 11 лет назад мы стали одним из первых регионов, где начали проводить такие процедуры при поддержке областного бюджета. У оренбургцев, страдающих бесплодием, родилось 2500 детей. На сегодняшний день большинство процедур проводится на базе областного перинатального центра. В начале ноября администрация Оренбурга намерена наконец разыграть 7 автобусных маршрутов. 2 новых и 5 прежних, оставшихся без разрешений. Напомню, все это должно было случиться еще год назад. Однако все попытки проведения конкурса антимонопольная служба признавала незаконными. По мнению специалистов, к участникам торгов предъявляли завышенные требования, а это не могло не отразиться на количестве конкурентов. Кроме того, был нарушен принцип открытости и прозрачности процедуры. В итоге, после проверки, результаты конкурса аннулировали, а городские власти обязались сделать работу над ошибками. Станет ли новый конкурс прозрачным и открытым, а главное, сможет ли, наконец, примирить частников и муниципалов? Один у нас 54-й маршрут кольцевой. Это торговый комплекс метро, жилой комплекс времена года. Будет, значит, соединять проспект Победы, Пролетарскую, Шевченко. Маршрут разработали по просьбам трудящихся. Он будет востребован, во-первых, потому что за метро выстроился целый город, во-вторых, центр гимнастики вот-вот начнет взращивать чемпионов. Маршрут номер 55 тоже будет стартовать от метро и следовать через торгмаш к центру города. И тот, и другой собираются разыграть на конкурсе, который должен стартовать в начале ноября. Кроме того, частникам и муниципалам предстоит побороться за многострадальные 14, 28, 57, 107 и 118 маршруты. Напомню, по требованию ФАС их лишили разрешений. Весь этот конкурс все равно там самые важные критерии. Это будет, конечно, безопасность, доступность, комфортность. Обязательно условия оценки будут включать это доступность до маломобильных групп населения. Будет шкала критериев отбора, где претенденты будут набирать баллы. Кто больше всего наберет баллов, тот, соответственно, его играет. Вроде звучит все весьма логично и убедительно. Только вот то же самое в этом же кабинете мы слушали ровно год назад. Именно тогда торги должны были случиться. Но что-то явно пошло не так. Конкурс состоялся, но антимонопольная служба сочла его несостоятельным и аннулировала результаты. По мнению специалистов, к участникам торгов, их транспорту и документам предъявляли завышенные требования, а это сужало круг конкурентов. Кроме того, был нарушен принцип открытости и прозрачности процедуры. Нормативный акт, в соответствии с которым разрабатывается конкурсная документация, сам по себе не соответствует требованиям действующего законодательства. После того, как антимонопольный орган выдал предписание об аннулировании торгов, выдано предупреждение привести этот нормативный акт, а именно постановление, которым установлен порядок проведения конкурсных процедур в сфере пассажирских перевозок, направленные на получение свидетельства, привести в соответствие действующему законодательству, 220-му закону. Отмечу, что это предупреждение было обжаловано в судах двух инстанций, и в итоге арбитражный суд Оренбургской области и суд апелляционной инстанции оставил акт антимонопольного органа в силе. Вообще в этом году на рынке пассажирских перевозок грубые нарушения выявляли ни раз и не два. Только УФАС выдал администрации города шесть предупреждений. Из них муниципальные власти исполнили лишь треть. Ассоциации перевозчиков Оренбурга сложившуюся ситуацию называют то беспределом, то переделом. Конкурс оттягивают под кого-то. Конкурс уже давно надо было провести. Когда администрация говорит, что частники ассоциации саботируют и этот конкурс не дают провести, это неправда. Ассоциация хочет, чтобы прошел конкурс, но чтобы он прошел на законных основаниях. Кстати, к конкурсу, за которым в этот раз пристально следить будут сразу несколько ведомств, как раз подоспеет первая часть новеньких автобусов, которые будут работать на газомоторном топливе. На обновление автопарка муниципальное предприятие Оренбургские пассажирские перевозки, наверное, потратит 240 миллионов рублей. Предприятие ждет уже эти автобусы, кредит одобрен, значит, первоначальный взнос уже оплачен по контракту, который предприятие должно было оплатить. Поэтому первая поставка, там несколько единиц должны быть вот прям скоро, вторая – это до конца ноября, и окончательно 50 единиц предприятие должно получить до конца этого года. Ассоциация перевозчиков же, сделку и огромный кредит на автобусы под 11% годовых муниципальной гарантии считают убыточной и кабальной. У предприятия уже есть непогашенный долг в 60 миллионов рублей. Общих в рядах перевозчиков по-прежнему согласия нет. И примирит и грядущий конкурс или окончательно рассорит, станет ясно в ближайшие недели. Прокуратура обязала город провести торги не позднее 10 ноября. Задача органов местного самоуправления, еще раз повторю, и в этом вся соль. Выбрать перевозчика, предлагающего лучшие условия, за меньшие бюджетные средства. Но этой цели, эту цель, пока у нас в городе не преследуют. Сергей Киселева, Станислав Доминов. Наше время. Откроет ли новый конкурс «Новые горизонты» перед городским транспортом и пассажирами? Последним, пожалуй, совершенно неважно, на муниципальном или частом транспорте ехать. Главное, наверное, цена билета, безопасность, удобство. Впрочем, я могу ошибаться, и требования горожан к пассажирскому транспорту совершенно другие. Вообще, с чего же в нем не хватает? С этим вопросом мы обратились к оренбуржцам. Не хватает комфорта. Во-первых, маленькие вот эти автобусы. Вот, когда набивается очень много народу, очень там неудобно. Во-вторых, вот сейчас ехали в автобусе, водитель постоянно разговаривал. Мало того, что по телефону разговаривал, да еще матом ругался. И это сплошь и рядом. Бывает, что бензином воняет в транспорте, запахи неприличные. Как не забьешься, то ноги отопчут, то с ребенком на руках стоишь. Нужны какие-то новые автобусы, пусть будут микроавтобусы, но более комфортные. С объявлением остановок, вот, чтобы и сиденья были комфортные. И, в общем-то, чтобы не было заклеенных вот этих окон какой-то рекламы. Добросовестности людей, вернее, по соятиях водителей и начальства всякого. Все нормально. О, все нормально. Промежуток между автобусом, чтобы поменьше был, то есть интервал между каждым автобусом. Я не знаю, я вот хожу пешком, у меня транспорт номер 11, трамвай. Пожалуйста. Летом кондиционирование, то очень плохие ездонавески, грязные. Не ухожено, водители далеко, малокультурные, очень часто, очень часто. И так мало здесь автобуса, троллейбуса убрали, а теперь вообще стоим по часу. Ну ладно, летом еще куда не шло, но все равно жара. А сейчас зимой хоть никуда не выходят. Мне на базар надо ехать, пешком далеко, ноги больные. Лично мне очень понравился оригинальный ответ бабушки, которая, показав на свои ноги, сказала, вот мой маршрут 11. Увы, далеко не все могут так сказать про себя. Да если честно, желающих преодолеть пешком расстояние от Степного до центра Оренбурга, да по зиме в морозец, вряд ли много найдется. Так что, если нет своего авто, остается автобус или троллейбус. Так что проблемы пассажирского транспорта были и остаются одними из самых злободневных тем для горожан. Естественно, эта тема волнует не только оренбургцев, но и любого среднестатического жителя более-менее крупного российского поселка или города. А как обстоит дело с этим на Тлетворном Западе, с которым мы часто любим сравнивать наше житье-бытье? Этим вопросом заинтересовалась Ольга Григорьева. В Праге передвигаться можно по железной дороге, метро и даже в фуникулере очень востребованы автобусы. Проездной можно купить в любом киоске и даже гостинице. Маршрутки курсируют по графику через каждые 30 минут. Все его знают и поэтому неудобств, связанных с общественным транспортом, никто не испытывает. В Германии система передвижения тоже очень практичная. Там можно купить билет на одну и несколько поездок. Стоит отметить, что центральная часть города и пригородная на картах обозначаются разными цветами, но доехать до любой нужной точки можно всего по одному билету, купленному заранее. Примечательно, что работают маршрутки круглые сутки. В Амстердаме самым популярным видом транспорта является трамвай. И здесь все работает по строгому расписанию. Его можно узнать повсеместно на электронных табличках. Ночью же в дело вступают автобусы, которые останавливаются только по требованию. В Стокгольме местное метро можно назвать достопримечательностью. Станции настоящие произведения искусства. Настолько красиво они оформлены. Есть и альтернатива автобусы, которые могут доставить пассажира в любую точку города. Но надо иметь в виду, что билет нужно покупать заранее. Без него на борт просто не пустят. В соседних друг с другом Австрии и Польши существует разветвленная сеть метро, автобусов и трамваев. Здесь тоже нужно покупать билеты заранее. А автобусы делятся на ночные и дневные. И это тоже надо учитывать при покупке проездных. Легендарные двухэтажные автобусы в Лондоне, пожалуй, знакомы всем. Транспорт работает круглосуточно. Необходимо только иметь электронную проездную карту и не забывать ее пополнять. Популярны также подземки и трамваи. В Париже есть и автобусы, и трамваи, и метро, и даже электрички. Приобретая специальный проездной документ «Париж визит», местный или турист может ездить на любом транспорте, но в течение определенного времени. В США автобусов огромное количество. Система очень хорошо развита. Главная особенность американского общественного транспорта – он ходит по строгому расписанию. Оно есть почти на каждой остановке. В нем указывается не интервал движения, а точное время прибытия. Ладно, Европа, но и Америка, где, как нам говорят, в каждой семье по два или три автомобиля. И там, оказывается, пассажирский транспорт не приказал долго жить, а даже наоборот, вроде как процветает. И даже, как утверждает, к остановке подъезжает строго по расписанию, минута в минуту. Так что пора и нам подтянуться. На этом на сегодня все. Напомню, выпуски программы «Наше время» всегда есть на официальном сайте 56nv.ru. Наш телефон – 37-0083. Мы ждем от вас интересные темы. Сделаем наше время вместе. Все вам доброго и до встречи.